Пятигорской черкесской епархии исполнилось 10 лет. Торжественное мероприятие сегодня прошло во Дворце культуры Черкеска. На таком важном событии присутствовало много почетных гостей. Основная тематика праздничного мероприятия – дружба народов, которой посвятили яркие концертные номера. Аслан Гирюгов продолжит тему. Пятигорская епархия возрождена решением Священного Синода 22 марта 2011 года. За 10 лет созданы кризисные и реабилитационные центры, возводятся православные храмы, уделяется внимание нравственному воспитанию молодежи и укреплению традиций добрососедств на Кавказе. Реализовано немало проектов в миротворческом, просветительском, социальном, культурном направлениях. В Карачаево-Черкесии действует единственная на Северном Кавказе школа с этнокультурным русским компонентом – Святосергиевская гимназия Черкеска, в которой учатся 215 детей. На торжественном мероприятии работа священнослужителей была отмечена грамотами и благодарственными письмами от имени главы республики Рашида Тимрезова. За годы плодотворной созидательной деятельности она стала надежным центром укрепления веры и нравственных идеалов. Своим духовным служением епархия вносит значительный вклад в развитие социального и просветительского служения, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие этноконфессионального диалога. И от имени народного собрания от себя лично поздравляю с этой праздничной датой вас, владыка, и всех прихожан, всех жителей нашей республики. С приветственным словом также обратился и архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. В своем выступлении он отметил, что основой для плодотворной работы стала дружба народов, ведь Карачаево-Черкесия – многонациональная республика, в которой дружно живут как православные, так и мусульмане. Сегодня моя благодарность всем тем, кто все эти 10 лет со дня образования, восстановления нашей епархии были бог обык и по-настоящему стали друзьями. Ведь дружба – это тоже удивительное, свойственное, пожалуй, только человеку добродетель и расположение души. Дружить – это значит в другом человеке уважать и любить образ и подобие Божие. После официальной части на сцене выступили творческие коллективы и отдельные исполнители. В каждой композиции воспевалась красота родного края с ее традициями и обычаями. Завораживало капельное хоровое исполнение. Также артисты читали стихи, посвященные нашей республике. Несомненно, такие мероприятия помогут больше узнать о культуре и религии разных народов Карачаева-Черкесии, что способствует укреплению дружбы. Аслан Гирюгов, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия.